На прошлой неделе в Ульяновской области работала делегация из Белоруссии. В течение трех дней удалось провести десятки переговоров и достичь конкретных результатов. Коллеги заинтересованы в совместном развитии микроэлектроники и машиностроения. В частности, подписано соглашение между ульяновским филиалом АОСОГАЗ и торговым домом АКРО о поставках колесной техники производства МАС в 2023 году. Достигнуто договоренности по кооперации в авиастроении. В следующем году белорусские предприятия планируют наладить поставку деталей и эгрегатов на Авиастар и Аэрокомпозит. Дерегации отдельно обсудили открытие прямого рейса в Минск в 2023 году. Дополнительно подписали соглашение между Ульяновской торгово-промышленной палатой и Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты. Еще одна важная задача, которую озвучил Алексей Русских – переселение из аварийного жилья ускоренными темпами. Мы обратились в фонд содействия реформирования ЖКХ с дополнительной заявкой на получение финансирования для реализации программы переселения из аварийного жилья. Регион планирует дополнительно получить 144 миллиона рублей из средств Федерального фонда ЖКХ. Выделенные средства позволят завершить переселение домов Ульяновской области, признанных аварийными до 1 января 2017 года. На территории региона проходит тематическая неделя национального проекта «Демография». Проект направлен на сохранение благополучия граждан, активное долголетие и повышение благосостояния. На данный момент уже удалось освоить 85% денежных средств, которые были выделены. А это 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Основными направлениями является это открытие ясельных групп. И на сегодня, в этом году мы уже открыли детский сад на 55 мест в селе Сосновка Корсунского района. Также на завершающем этапе у нас находится открытие детского садика на 280 мест на улице Отрадной. На сегодня ремонтные работы уже завершены и проходит процедура лицензирования. То есть до конца года детский сад откроет свои двери для наших детей. В Ульяновской области более 13 тысяч километров автомобильных дорог. Из них 4700 километров дороги регионального и межмуниципального значения. В регионе активными темпами ведут мониторинг зимнего содержания дорог. С 17 ноября наблюдались перепады температур. Чтобы справиться с последствиями непогоды, всю дорожную технику привели в состояние готовности. У нас на территории области 26 пескобаз расположено. Порядка 300 единиц техники мы уже подготовили к зимнему содержанию. Провели необходимые работы техобслуживания. Соответственно техника уже готова к тому, чтобы работать в полном объеме. В Ульяновской области снова растет заболеваемость с коронавирусом. За неделю число заражений увеличилось в 1,3 раза. При этом по области регистрируется больше случаев заражений, чем в городе. В части стационарного лекарственного обеспечения в настоящее время оперативная обеспеченность государственных учреждений здравоохранения находится на достаточно высоком уровне. Составляет 87% по лекарственным препаратам и 91,5% по изделиям медицинского назначения. Периодически возникает в связи с наличием дефектуры на рынке лекарственных препаратов проблема по отдельным наименованиям лекарственных препаратов, таких как депакин в сиропе, галоперидол в растворе и так далее. На аппаратном совещании также обсудили качество работы управляющих компаний по уборке дворов. Глава города Дмитрий Вавилин и его подчиненные обнаружили в Ульяновске 92 адреса, где управляющие компании плохо обслуживают вверенную им территорию зимой. Пять управляющих компаний плохо справились с уборкой снега. Из хороших новостей. Подготовка к Новому году уже началась. Ульяновскую область украсит к празднику. Правда, экономно. Новый гирлянд и светящихся фигур в этом году закупать не будут в связи с необходимостью экономить средства. Валентина Никонова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.